Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. Здравствуйте! Сегодня я продолжаю свои рассказы про башни Московского Кремля. И сегодня перед нами Арсенальная башня. Это Круглая башня. Круглая Арсенальная башня. Располагается в северном углу Кремля. Она является самой мощной из всех 20 кремлевских башен. Построена она была в 1492 году архитектором Пьетро Антонио Салари. В истории Арсенальная башня известна как Собакина башня. Возможно, такое название произошло от фамилии Бояр Собакин, их чьи владения располагались неподалеку от Арсенальной башни от Кремля. Арсенальные башни стали называть в начале XVIII века, после того, как на территории Кремля построили здание Арсенала. Высота Арсенальной башни со стороны Александровского сада составляет 60 метров. Арсенальная башня завершает линию обороны Кремля со стороны Красной площади, защищая переправу, которая проходила через реку Недлинную и Торгу. Архитектурный силуэт Арсенальной башни отличается широким круглым основанием и необычайно мощными стенами. Внутри башни есть колодец с родником, который существует и в наше время. В случае осады защитники крепости могли брать из него воду. Чтобы найти колодец, нужно спуститься по внутристенной лестнице в глубокий подвал башни. Внутренние помещения Арсенальной башни имеют восьмигранную форму, перекрыты они сомкнутыми сводами. В 1707 году, когда Петр I готовился обороняться от шведских войск, по его приказу, бойницы башен растесали для того, чтобы отсюда можно было вести огонь из новых, более мощных пушек. Когда в 1812 году французские войска взорвали Никольскую башню и Арсенал, была частично повреждена и Арсенальная башня. В 1816-1819 годах в руководстве архитектора Баве башня была восстановлена. В 1894 году в Арсенальной башне решили разместить Московский губернский архив, для чего переделали ее внутренний интерьер. С тех пор эту башню реставрировали дважды – в 1846 году и в 1875-1876 годах. Продолжение следует... На сегодня это все. Я надеюсь, вам было интересно. Я всем желаю здоровья, всем желаю добра, благополучия. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока, до встречи, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok